Тренд-тренд, с вами я Реран. Видео сегодня будет посвященное Джене из Фэкпин. Присвали вы ссылочку на видео. Называется оно, как это ты не понимаешь, не можешь понять Джене. Ну, в общем, что-то такое. По идее, это должно быть весело. Видео не слишком-то новое, 2019 года, но если учитывать, что конкретно прям про Джене, никогда видео не выходили на моем канале, даже в плане реакций, то я думаю, здесь будет максимально много чего-то новенького, что я могу увидеть о ней. И, конечно же, ссылочку на оригинал видео я, как обычно, оставлю в описании для тех, кто хочет посмотреть без меня. Желаю всем приятного аппетита, кто сейчас кушает. А теперь поехали! А, я думаю, что она делает. А это... АСМР! Мне кажется, у кого есть брат или сестра, или, возможно, если собирались дома подружки или друзья, а в то время, когда отдыхают родители, тихонечко, всем знакома эта тема, как хочется смеяться. О, блин, у меня тут такой классный прикинь. Крутецкая просто кепи у нее. Она, наверное, говорит что-нибудь, типа, ей 23, а из-за того, что она дурачивается, как ребенок маленький. Я, кстати, видела кадры с ее преддебюта, и мне кажется, она похудела с момента преддебюта прям сильно. Может, я ошибаюсь? Напишите мне. У нее бантик на голове, нет? Нет, нет. Ей нужно, наверное, что-то написать. А, перед ней стекло, судя по этим отражениям. Попросила ей помочь, наверное. Могу. А, это там для дегустации было место, да? Он, типа, еле-еле ее пристукнул. У нее там Дженни было на каске написано. Очень круто. Вау, посмотрите, какие у них костюмы, ребята. Вот эти толпы, короче говоря, съемочные. Когда снимают, кажется, вроде там, ну, один, два, три человечка всего находится. А смотришь, там целая толпа. Увидели мордашку, мордашку ее. Она такая, господи, что я делаю? А тут она засмущалась, походу. У нее, по крайней мере, так кажется, очень густые волосы. Ей, конечно, наверное, еще укладки делаются, ответственно. А что они разрисовывают там такое? Какие-то значки. А что, мне кажется, получилось очень миленько. Не, смотри. Он кого-то квотснул. Какую-то то ли рыбку, то ли кого-то. Блин, я люблю рыбу, но когда это вот так зумируют, вот так показывают, мне правда становится и жалко. Хотя я очень люблю рыбу соленую. Есть, я имею в виду. Красиво. Что там у них происходит? Какая-то магия какая-то. У меня всегда разворачивается. Сколько раз пробовала, так полотенчик завязывать. Ну, всегда разворачивается. Типа, что ты любишь? Она не знает. Какую еду ты любишь? Ую. Молокуа. Ую. Кстати, по поводу Минкенху на недавно виделась статью, где показали его ранние фотки. Какой он хорошенький. Он учелся симпатичный, а раньше прям какой-то не важный. Что там произошло? Паника, паника. А, это музыка сбоит, наверное, техника. Засыпает. Он прибалдел просто. Песель, какие у тебя красивые ресницы. Это же кокер-спаниель, да? Опс. А, такой хлоп и растерялся. Ой, что-то захотелось так на природку. На дачу, которой у меня нет. Теперь еще и дачу захотелось. Как в сказке про репку. Ну, муха какая-то, да, бабочка. Мотылек, наверное. Я тоже не могу, господи. У меня сразу мурашки бегают. Меня трясет просто всю. Если что-то садится мне на волос или в меня врезается, то просто... Причем реакции сама собой получаются. Кисленько или горько? Такое невозмутимое лицо. Слезы текут. А что за съемки? Я не узнаю локацию. Я не узнаю костюмы. А это опять где у них красивые костюмы. А у Лисы, как у Ау-джи-соу. Соло, киан, че-чау. Ну, Лиса оценила. Это из соло, да? А у Лисы, как у Ау-джи-соу. Это рубрика, где они рассказывают какие-то истории про себя и нужно отгадать. Что именно там, к чему? Ну, у них вообще чаще девочки, ну, как бы Ау-джи-соу это вообще их тема-тема, но они чаще именно в Корее. Ну, и мальчишки, и девчонки в большей степени делают вот этот детский голосочек, жеманность такая. У нас не так часто. Ох, я же сама испугалась, такая ушла от нее. Ой, она тут соненькая, не? Блин, я есть хочу. Очередь целая. А, все, закончилось, это был последний. Ну да, очень было моментиков, много таких. И поскольку я не так часто смотрю какие-то шоу с девочками, мне очень прям сильно режут глаз, ухо или еще что-то. Когда, вот знаете, нарочитая такая детскость, ее сильно много иногда прям приторно, поэтому... В целом, мне кажется, я уже по чуть-чуть привыкла, тем более даже мальчики в кей-попе так часто делают. Но я как-то по-другому это воспринимаю, я не знаю почему. А в Японии вот чаще всего слышу, что там девчонки вот просто даже, да, где-то, когда говорят там перед публикой или еще что-то, у них совсем другие голоса. Они разговаривают такими приплюснутыми кукольными голосочками. И мне тоже это иногда кажется так странно по восприятию на слух. Напишите, как вам, но в целом видео, конечно, было миленькое, некоторые моменты были такими с неожиданными реакциями со стороны Дженни. Я даже не знаю, что конкретно припомнить. Это первый такой видос Дженни на канале, поэтому с дебютом, собственно, ее или нас, я не знаю, на канале с сольным видосиком. Присылайте другие видео с другими айдовами индивидуально, с кем вы хотите посмотреть или просто спрашивайте кого-то. Те, кого будут спрашивать чаще всего, конечно же, будем смотреть на канале. И я надеюсь, что вы хорошо провели время, зарядились у Дженни позитивом, и у вас теперь день сложится хорошо всем блинкам с Аранхульки. И, конечно же, всем моим Айвиком тоже. Если вы и блинк, и Айвик, вот прям такое огромное-огромное-огромное сердежко вам. А на этом, ребятушки, я буду закругляться, так что пока что все. С вами была Ари Ром. Люблю вас, целую. Пока-пока-пока.